Дорогая церковь Приветствую, дорогая церковь! Давно я здесь не была, уже по лестницам тяжело подниматься. Знаете, у меня есть свидетельства всего того, что происходило во время беременности. Я подумала, что не буду каждый месяц выходить на сцену, говорить. Думаю, пройдет это время, и после я уже все структурирую, напишу, выйду и поделюсь. Получилось так, что я все записала, когда оно все актуально было, и нечаянно удалила. Пришлось заново писать, но, наверное, что-то я упустила или что-то я добавила. Но, наверное, именно это вы должны услышать, не то, что было тогда. Я хотела сказать, что у Бога на все свое время. Мы это все знаем, мы об этом говорим, но это не всегда легко принимать на практике, потому что часто Божье время с нашим временем не сходится. Мы привыкли мерить все земными благословениями, земными моментами. Ну, так наша жизнь устроена. Но Бог смотрит только на то, готова ли наша душа, и что ей нужно в тот или иной момент. Именно наша душа. Многие знают, что у меня было две замешие беременности в одно время. Было нелегкое время для нашей семьи. Но даже через эти трудности Бог благословил... Он не дал на то время ребенка, да, но Он благословил многими духовными благословениями. В Ефизианном написано в первой главе, в начале, мне кажется, в третьем стихе, если я не ошибаюсь, что про духовные благословения, что это такое вообще. Но я поняла, что это такое, что такое духовные благословения. Я начала больше Бога понимать, что Он делает, когда Он делает, как Он делает, как Он действует. И, конечно, ни в коем случае не откажусь от этого духовного благословения в пользу тогдашних своих каких-то желаний. Какое-то время нам приходилось подзавать кучу анализов. Прошло еще время. И поначалу мы как бы... Я лично, я хотела ребенка. Но потом пришел момент, когда я сказала, что все, я больше не хочу. Я... Бог не дает или не получается, или уже все, уже не хочется. Я уже себе наметила план наперед, как я буду развиваться, может быть, работа, что все для нас, для троих, для нашей семьи. Но Бог дал. И знаете, когда... Отпускаешь всем сердцем. Мы часто думаем, что мы отпускаем. Вот я отпустила. Но на самом деле не отпустили. Но я действительно отпустила всем сердцем. Я уже сказала, что все, я просто не хочу. И Бог дал. Знаете, когда вы действительно отпускаешь всем сердцем, то двери открываются. Господь открывает двери. Первое время были проблемы, многие знают. Я два раза держала на сохранении. Все это сопровождалось, конечно, слезами, молитвами. И я помню, второй раз, когда меня повезли в больницу, это было, ну, труднее было во второй раз, чем в первый, так скажем. Вот. И знаете, я никогда так не плакала. Я плакала и тряслась в прямом смысле этого слова. Никогда такого не было. Но я ехала в больницу, и я никак не могла успокоиться. Ехала в скорой, знаете, все время мне говорили, успокойся, успокойся. Ну, я не могла просто, реально не могла успокоиться. И я все время повторяла. Возвожу очи мои горы. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. И я сделала для себя такой вывод. Знаете, когда трудности, мы, из нас выходит ровно то, что мы хорошо знаем. Поэтому это был такой урок для меня, что нужно учить писание наизусть. Потому что вот когда трудности, мы не будем вспоминать, что мы там слышали когда-то. Именно то, что мы хорошо знаем. Только это. Именно то, к чему научена наша душа. Именно то, будет выходить. Вот. И это было для меня ободрением. Я понимала, что действительно, помощь от Господа, и только Он сможет мне помочь в той ситуации. Знаете, когда приходят трудности, да, как я говорила, что нужно учить писание наизусть. Потому что даже Давид говорил, что унываешь, что душа моя, что смущаешься, уповай на Господа. Он проповедовал в своей душе. Было трудно. Очень трудно. В больнице я решила почитать Ева. Конечно, это уже читала другими глазами. Абсолютно. Вот. Я дошла до 23 главы. И увидела свое состояние души. Нет, прочту. И еще и ныне горька речь моя. Страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знала, где найти его, и мог подойти к престолу его. Я изложил бы пред ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? О, нет. Пусть он только обратил бы внимание на меня. Тогда Праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот, я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытывает меня. Выйду как золото. Дальше, там написано, что я знаю Искупитель мой жив. И я это знала на уровне знания. Но я, честно, не видела. Я не знала, что Бог делает. И вот как тут написано, что посмотрю вперед, да, не вижу. На правой стороне посмотрю, не усматриваю. Вот, действительно, я не понимала, что Бог делает в тот момент в моей жизни. У Бога точно был план работы над моей душой. Ну, и вообще, когда у нас трудности, всегда у Бога план работы над душой. Но он не заинтересован, я думаю, исправлять наше финансовое положение, наши земные дела. Он это делает. Но цель – наша душа. Я знала, что получу какие-то уроки из этого всего. Но на тот момент я не знала, какие. Когда вернулась домой, я поняла, что я ничего не могу контролировать, я ничего не могу изменить. Я могу делать только то, что в моих силах. И не переживать, потому что больше не могу делать ничего. И это не в моей власти. Я читала писание, читала книжку «Конфликт души». И я дошла до этих мыслей, что мне это не под контролем, почему я за это так сильно переживаю. Если я действительно изменить ничего не могу, даже если какой-то исход будет. Я всегда различала и другим говорила, что доверие на словах и на практике – это разные вещи. И у меня всегда с доверием было все в порядке. И я знаю, многие говорят, мы доверяем Богу, доверяем, но доверие на словах и на практике выглядит совершенно по-разному. И я думала, что я доверяю Богу, но Он показал мне, что у меня есть куда расти. Есть еще что Ему доверять, есть еще как доверять. Бог благой. Доверять на практике – это сложно, но это того стоит. Не нужно думать, что мы большие и сильные. Мы периодически так думаем, но это не так. Господь сильный и всемогущий, только Господь. Как только я начала доверять Богу и понимать, что я ничего не могу проконтролировать, что у Бога все под контролем. Вы знаете, в сердце пришел мир и покой. Но это еще не все. Те проблемы, которые были и из-за которых мне пришлось лежать в больнице, они закончились и больше не возвращались до конца беременности. В больнице я еще читала книгу по воспитанию детей, но что время зря не терять. Мы все знаем, что наши дети – это не наши дети, а Божьи. Это из кафедры, говорится, мы это понимаем. Но что это значит на самом деле и как это проявляется на практике? Это хорошие вопросы, которыми стоит нам задаваться. Толику приходилось работать, а Мия, я в больнице, а Мия в это время была в одной семье, в другой семье, у других братьев и сестер. Я не могла ничего проконтролировать, как она там. Я понимала, что с ней все хорошо, она как бы сыта, здорова и весела. Самое главное. То есть у нее все хорошо, я это понимала. Но у меня разорвалось сердце, что я как мама просто не могу о ней позаботиться в этот момент. Думаю, многие мамы меня поймут. И Господь мне показал, что Он самый лучший родитель. Мы можем думать, что мы можем много дать нашим детям. Мы много им даем на самом деле, но без связи, без работы в связке с Богом ничего не получится. И это послужило большим толчком к тому, чтобы я больше молилась за Мию, за своего ребенка. Потому что я как бы понимаю, что может достать любые времена, когда я просто не смогу никак не повлиять, ничего. Вот она сейчас в таких обстоятельствах допущена Богом. И тут Господь сейчас играет главную роль. Знаете, я поняла, что Христос пришел, ну как написано, взыскать и спасти погибшие. И наши дети, они погибшие. Как бы нам не прискорбно было это слышать. Пока весь Христос их не спас, пока весь Он не поселился в их сердцах, они погибшие. И работа Бога намного больше, чем моя и чем каждого родителя. Поэтому я сделала вывод, что нужно больше молиться о детях. Не только об их спасении, хотя это самое главное. Но и по мелочам, когда какие-то трудности, когда что-то не получается, когда у ребенка какая-то проблема. Нужно просить помощи у самого главного родителя. А потом прошло немного времени, и начались другие трудности. Приходилось ставить уколы в живот. Было больно, страшно, дорого. Но в этот момент уже было больше мира у меня в сердце, чем до этого. Знаете, я до последнего думала, что Бог может забрать ребенка в любой момент. Этому были предпосылки. Вот. Это, знаете, самый... Ну, много было в жизни. Смерть родственников, родителей. Неблагополучная ситуация в семье. Всякое было. Но этот период был самый сложный. Самый сложный. И долгий. Бог тряснулась в жизни, показывала, к чему привязано мое сердце. Так или иначе, мы привязаны к земным вещам. Хотим мы или нет, мы, как мы на земле живем, живем. Но вопрос в том, что происходит, когда мы не получаем, чего хотим. Или когда Бог забирает то, что очень дорого в нашем сердце. Мы через это приближаемся к Богу, признавая Его суверенность. Или отдаляемся, обижаясь на Него. Был момент, когда я целенаправленно не молилась о том, чтобы была Божья воля. Это такое... Я не знаю, если кто-то такое переживал в своей жизни. Но состояние такое не очень хорошее, вам так скажу. Я боялась этой воли, честно. Что она может отличаться от моей. Но Бог воздал. Он действительно очень благой. Он воздал не по моей вере. Хотя я верила и надеялась, что все... Исход будет благополучным. Но... Не по моим заслугам. Не по моей вере, так скажу. Только по благости и милости. Он воздал тем, что родилась Афиночка и здоровая. Еще одним ободрением для меня была сама церковь. Вы, дорогие братья и сестры. Знаете, это большое богатство. Вот так скажу. Во-первых, многие молились. Это важно. Многие думают, ну я не могу много сделать. Что нам... Молитва это... Даже я иногда думаю, как бы... Что это не так весомо, если что-то сделать. Но на самом деле это весомо. И ответ на молитву Толя держит на руках. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за молитву. Во-вторых, многие помогали. Когда я была в больнице, я жила в нескольких семьях у братьев, сестер. Были люди, которые приносили еду в больницу. Звонили, писали. Кто-то после того, как меня выписали, смог приехать приготовить еду. Кто-то предлагал убрать. Это дорогого стоит. Как написано, друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Это именно тот случай. Очень благодарна Богу, что Он даровал мне таких друзей, такую семью. Хочу вас обострить, что если у кого-то трудности или в чем-то нужна помощь, нужно говорить об этом. Если бы я не сказала бы, то, возможно, не было бы такого фидбэка, не было бы такой отдачи, помощи. Поэтому говорите, и только тогда вы сможете ощутить всю силу церкви в действии. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит. Аминь. Аминь. Спасибо.